Девушки отдыхают Сегодня у нас будет другая игра Сегодня я буду ученицей, а ты будешь моим учителем Учитель, вы вызывали меня? Я немного провинилась Только не наказывайте, меня очень больно, хорошо? Я люблю наказывать маленьких и хороших девочек Субтитры делал DimaTorzok Мой папик устал Котик больше не хочет наказывать свою девочку? Кто? Кто вы? Что нужно? А то ты не знаешь Где она? Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бустрикин Георгий Михайлович, профессор истории, доктор наук В узких кругах известен как собиратель редких старинных монет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На шее струнгуляционная борозда А я вот никогда ничего не коллекционировал, даже марки не собирал Ну, может, поэтому ты еще и жив? Тело обнаружил его сосед Профессор любил с ним за чашечкой кофе сыграть партию в шахмат Похоже, тут с профессором играли в другие игры Наручники из секшопа Тут след от сапога И след явно не Бустрюкина Я пойду в дворе посмотрю Я связалась с женой профессора, скоро будет Там в доме какие-то залежи, средства для повышения потенции и секс-игрушек По-моему, профессор был спец не только в истории Здесь кто-то на лошади приезжал Георгий Михайлович Бустрюкин занимался историей белого движения Он часто ездил в экспедиции в Сибирь Что это нам дает? Он что, искал там пропавшего золота колчака? Бустрюкин хорошо известен как специалист по старинным монетам Его отец собрал неплохую коллекцию, а начал, дед А монеты украли? Неизвестно, сейчас на месте работают Белый и Гранин Дом профессора перерыт Преступники явно что-то искали Он что, держал коллекцию у себя на даче? Родные у него есть, дети, внуки Детей нет, единственная наследница – жена Нина Бустрюкина Нина Валерьевна, нам нужно, чтобы вы осмотрели дом внимательно И сказали нам, что из вещей пропало Хорошо, я готова Скажите, а где вы были вчера вечером? Вы знаете, у меня очень болен старший брат Он лежит в больнице, и я все дни провожу там И вчера? Вчера я тоже была в больнице Скажите, а здесь вы часто бываете? Нет Жора любил побыть здесь в одиночестве Ему тут лучше работалось У него здесь была очень специфическая работа Он был специалистом, настоящим профессионалом И очень любил поэкспериментировать Не знаю Коллеги говорили, он подходил к проблеме с разных сторон Он был фанатом своего дела Этого дела? Не поняла Нина Валерьевна, пойдемте дома, мы осмотрим Ну что, какие результаты? Ну пока можно сказать, что смерть Бустрекина наступила от асфиксии около 15 часов назад То есть где-то между 9 и 11 часами вечера Меня интересует орудие убийства Можно дать его примерное описание по виду срегуляционной борозды? Ну что ж, пойдем посмотрим Ну вот, примерно таким предметом был задушен профессор Но это еще не все В жертву наблюдается сильный отек в области гортани И что это значит? Ну достаточно было только слегка нажать на шею, чтобы сразу перекрыть доступ воздуха Причина такой патологии покажет скрытие Значит, вы со всей уверенностью можете утверждать, что в доме ничего не пропало Да и не могло Ничего ценного здесь Жора не хранил Разве только по списке журналов для научной работы А где он хранил коллекцию монет? А коллекцию он недавно поместил в банк Арендовал ячейку Оксан Жена убитого чаще всего звонила вот на этот номер Это телефон ее брата Он в больнице лежит уже полгода Есть еще смс-ка, отправлено вчера утром Да? Да, да Вчера это в день убийства А откуда она была послана? Угу, поселок Родняке Это там, где находится его дача В организме Бустрыкина я обнаружил биологический яд Растительный алкалоид, вороний глаз Очень ядовитое растение Довольно широко используется в народной медицине Погоди, профессор был отравлен? Это явно, что нет Бустрыкин умер от асфиксии И в то же время у него в крови и в печени Была обнаружена большая концентрация вороньего глаза Которая вызвала серьезные нарушения в его организме Это легкие убитого Обширная псевдолегочная пневмония Запущенная форма Летальный исход обеспечен Вопрос нескольких недель Галина Николаевна Жена профессора слугала нам Она уезжала вчера из больницы Вот смс ее брата Ты где? Скоро будешь и ее ответ Да, да, да Ответ она отправила суть по всему сдаче Кто-то довел женщину или смс брата Пришла не вовремя? Три раза да Отлично Я восстановил информацию из разбитого телефона профессора Я залезла в электронную почту новоиспеченной вдовы Запросы на оценку загородного дома По-моему, что я не терпелась его продать А знаете, кто звонил нашему профессору последним? Некто Джон Буллит Американец Работает в компании по розыску кладов, клады групп Сейчас телефон выключен В собственном загородном доме задушен профессор истории Георгий Бустрыкин Его жена Нина Бустрыкина ухаживала в городе за больным братом И приезжала на дачу редко При вскрытии в организме Бустрыкина Обнаруживают яд растительного происхождения Вороний глаз Этот препарат используется в народной медицине Однако убитый принял смертельную дозу Летальный исход мог наступить в любой момент Селиванов нашел яд в желудке профессора А трава не успела перевариться То есть он ее где-то здесь принял Только где может быть яд? Где фотоаппарат? Фотоаппарат где? С кадрами Кадры мы здесь снимали В гостиной Есть бутыль Только кто ее мог взять? Нина Мы ее сами к брату в больницу отпустили Вот она Срочно за ней Стойте! 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 Что случилось? Нам нужно осмотреть вашу машину Пожалуйста У меня ничего У меня тоже пусто Можете ехать Нашел? Пакуем вдову На мой заброс состояния пациента Никита Валерьевича Маленького Мне ответили Что пациент нуждается в срочной операции Присадке почки Если ее вовремя не сделать То последствия будут необратимы У нее не было времени ждать Она решила поторопиться Думаешь Нина задушила собственного мужа? Вряд ли Я думаю она кого-то наняла Следы в доме явно мужские Бустрыкин обращался к врачам Моему поставили диагноз Хронический бронхит И лечили соответственно А на самом деле? А на самом деле Всему виной биологический яд Вороний глаз Извините Слушаю Я сравнила химический состав И рецепт изготовления Настойки вороньего глаза Так В составе настойки Зашкальвают дозы активного вещества Почти 60% А по рецепту производителя Должно присутствовать Не более 20% экстракта вороньего глаза На 200 миллилитров Это все? На заводах применяют фильтры Высокой очистки А в настойке присутствует осадок Я думаю, что ее изготовили В домашних условиях Я полковник Рогозина Нина Валерьевна Бустрыкина Вам будет предъявлено обвинение В организации убийства Вашего мужа Георгия Михайловича Бустрыкина Ну я Вы обманули следствие Вы приезжали в день убийства Потом Вы разбили и пытались Скрыть бутылку С настойкой вороньего глаза Который отравили вашего мужа Здорово, мистер Буллот Это федеральный эксперт сервис Мы должны спросить Немного вопроса Да, да Но я сейчас на экспедиции В Монголии Мы экскавируем В старом городе Завтра я приду в Москву И я пойду в твоем офисе Время, окей? Окей, мистер Буллот Спасибо большое Что сказал-то? Я не могу так просто уйти Мне нужно Очень нужно, понимаешь? За кого ты меня принимаешь? Я что, по-твоему Похож на миллионера? Ну у тебя же вышел Сборник статей Приятно, что ты следишь За моим творчеством Но эти деньги уже отложены Куда отложены? Кому? На подарки ей? Ну хорошо Хорошо Я про нее не скажу ни слова Но мы же можем Продать коллекцию Что? Ну тогда Давай продадим этот дом Здесь же есть и моя доля Прошу тебя Я ничего продавать не собираюсь Мне нужно где-то работать В городе мне душно Я задыхаюсь от газов Я имею право Дышать свежим воздухом На старости лет Откуда взялся Вороний глаз? Он сам привез его из Сибири У него были сильные головные боли Эта настойка стала избавлять его от мигрений На вашем фартуке Обнаружены следы изготовления Настойки Вороньего глаза Ее делали уже здесь, в Москве Все правильно Он привез сам корень Я только увеличила дозу Я никого не нанимала Это во всем Алка виновата Что за Алка? Соседка наша Она испуталась с Жорой в последнее время Он все для нее делал Подарки покупал Старый дурак А ведь у нее и жених есть Тренер на конной базе рядом Около профессорского дома Был лошадиный навоз Точно Больной Вы меня вызывали А у меня для вас Особое лечение Сестра Я давно уже об этом мечтаю Стоп А больно не будет Черт Кого там еще принесло? Не открывай Сделай вид, что у нас нет дома Да подожди Кто там? Федеральная экспертная служба Откройте дверь Фэс, капитан Гранин Позволите? Ну что, больной Видимо и нам Теперь придется заняться вашим лечением А медперсонал я тоже попрошу собраться Черняев Альберт Маркович Где вы были вчера в десять часов вечера? Надо было сразу идти в полицию Как только услышал про убийство профессора Что же не пошли? Да вот Алку послушал Видите, как получилось Еще хуже Да Я действительно был вчера в доме профессора Только убивать его я не собирался Да Вы случайно не потеряли свою невесту? А она как раз сейчас развлекается Со своим соседом профессором Что вы? Что вам нужно? А то ты не знаешь Где она? Ах ты дрянь Альберт! Ах ты дрянь Ты что, опять следил за мной? Вообще-то я еще не твоя жена Что ты хотел? Почему ты не позвонил? Вообще, что ты здесь устроил? Выбирай, я или он Ну, живи! Такие вы мужчины Странные Я даже не знаю Ну, давай! Альбертик Ну, конечно, ты Ты что? Этот предмет похож на вашу плетку Да, так и есть Я ее действительно забыл в доме профессора Охватился уже На конюшни Похожим предметом Вчера был задушен профессор Бустрыкин Я его не убивал Советую вам чистосердечно признаться Это облегчит вашу вину И я кое-что вспомнил Погодите Значит Когда Алла ушла к себе Я сел на лошадь И увидел у дома профессора Какого-то Синего парня Ну, в татуировках он весь был Ясно Значит, признаваться не хотите Воля ваша Кстати, что у вас с рукой? Так, с лошади упал Легкое растяжение А вы на улице никого не встретили? Ну, может быть, посторонних? Я очень испугалась Я с тех пор по сторонам вообще не смотрела Спасибо вам большое, Алла Алексеевна Вы очень помогли следствию Солдат И крестьянка Что? Солдат берет в плен Скромную девушку Подумайте об этом Майор Господин Черняев Вам предлагается принять участие В наглядном эксперименте Вы должны накинуть веревку На шею манекена Работаем по моей команде Андрей Борис, готовы? Начинайте В своем доме задушен профессор истории Георгий Бустрыкин Преступник явно что-то искал Но из дома ничего не пропало Эксперты установили, что убитый Регулярно принимал настойку растения вороний глаз Из-за неправильной концентрации Бустрыкин заработал смертельное и неизлечимое заболевание В доме обнаружена бутылка с настойкой вороньего глаза В отравлении обвиняют жену профессора Нина Бустрыкина признается в отравлении Однако нападение в доме совершил мужчина Выясняется, что у профессора Была интимная связь с соседкой Аллой Пономаревой Сотрудники ФЭС арестовывают жениха Аллы Альберта Альберт признается, что избил профессора Но кто же все-таки задушил Бустрыкина? Что показал эксперимент? Судя по стронгуляционной борозде нашей жертвы Натяжение было равномерно с двух сторон У преступника две руки действовали с одинаковой силой А у Альберта? Альберт давил на шею с разной силой Со стороны травмирной руки Бразда у него получилась слабо выраженной Отсюда вывод У него не было просто физической возможности Задушить этого Бустрыкина А он мог симулировать? Нет Я проверил, у него вывих кистевого сустава Трехдневная травма А все говорило против него Ну что, Альберта придется отпускать Сделайте с ним фоторобот того парня Которого он видел возле дома профессора Хоть какая-то зацепка А что с банковской ячейкой? Коллекция там? Мы связались с банком Они говорят, что Бустрыкин месяц не пользовался ячейкой А чтобы узнать содержимое Надо постановление суда Будет постановление Отзвонился американец-кладыскатель Джон Буллет едет к нам Похоже, мы возвращаемся к твоей версии О золоте Колчака Он говорит, что его фирма вышла на Бустрыкина Как на консультанта по сибирскому региону А мистер Буллет собирался встретиться с ним На предмет семинаров для сотрудников российского представительства компании Ну и удалось им встретиться К сожалению, встреча не состоялась Так как профессор был занят А мистер Буллет вынужден был улететь в экспедицию Ладно, скажи ему, что он свободен Все равно бесполезный Это переводить не надо Спасибо большое Я думаю, что вы можете уйти Мое удовольствие Спасибо Еще одна вещь Можно я спросить моего святоя Вдруг это вербовка Американец И русская девушка-оперативник Это плохой знак Вот страна советов прям Может, я сама разберусь? Вдруг это вербовка Спасибо, окей Майсель Спасибо, что ты ответил на мою request Что ты делаешь, Россия? Ну, наша компания интересна И одна старая история В Сибири В Сибири Здравствуйте, господин хороший Еле нашла вас Заказ-то брать будем Спасибо Это красиво Это для тебя Ты что, это лопочешь Не по-нашему, а? Интуристы, что ли, перед барышней корчишь? Слушайте Затейник ваш ухажер, а? Заказал мне букет На пять тысяч Составляла Собирала Жду А он и думать-то забыл И уже Хорошо, еще у меня вон Магазин рядом Увидела, как вы через стекло В окно застолько-то садитесь А то где бы я вас тут искала-то? Возьмите Можете идти Оксана Я все объясню Я что? Что-то не так сказала? Спасибо Блин Это вам Спасибо Только зачем надо было скрывать Что вы знаете язык? Иногда проще делать вид Что ты не знаешь русского Надеюсь, вы не обиделись Придется говорить на чистоту Придется Я вам уже Благодарю Будьте любезны Я уже упомянул вам Про купцов Инсарова Так вот, у нас есть Сведения Что они спасали Свои богатства От большевиков И закопали их Где-то В Восточной Сибири Должна вас разочаровать Мы не занимаемся поисками кладов Так что Здесь я вряд ли могу быть вам полезна Но Вы занимаетесь убийством Профессора Бустрыкина И у вас есть доступ к этому делу У профессора Должна быть карта клада Инсарова Поэтому мы к нему обратились Инсарова закопали Около полмиллиона царских золотых рублей Мы с вами обеспечим себя До самой старости Да Да Ты меня дашь без сведения Что ты сегодня получил Спецаппаратуру на складе Надеюсь, не наделаешь глупостей Слежка и прослушка иностранца Без постановления Может закончиться большим скандалом Скандала не будет Карта эта в банковской ячейке лежала Вместе с монетами Проводится исследование Состава бумаги И красителей С целью определения возраста документа Ничего себе Что это еще за фокусы? Карта оказывается секретом ФЭС расследует смерть историка Георгия Бустрыкина Версия убийства профессора Альбертом Черняевым Из-за ревности не находит подтверждения Альберт видел возле дома профессора синего человека Странного парня в татуировках Эксперты находят в банковской ячейке убитого Старую карту времен гражданской войны Накануне убийства профессору Звонил гражданин США Джон Буллет Представитель компании Клады Групп Компания занимается поисками затерянных кладов По всему миру Джон Буллет входит в контакт с экспертом ФЭС Амелиной Буллет просит Амелину за вознаграждение Передать ему копию карты Так сколько, говоришь, ей уже лет? Точно сказать не могу Примерно около ста А это что за место? Весь маршрут проложен от деревни Красный Яр Ну вот только сколько таких деревень в Сибири? Да я думаю, что немного Надо найти это место Может быть стоит обратиться к местным краеведам? Галина Николаевна Наш американец Джон Буллет На самом деле американцем и не является И как это понимать? Его настоящее имя Жан Булатов Выходит из семьи русских эмигрантов Живет в США Три раза проходил свидетелем по делу фальшивого монетчика в Штатах Пытались привлечь, но прямых улик не нашли Вчера Георгий Михайлович Бустрыкин сообщил мне кое-что крайне важное Галина Николаевна, он же... Ну и напрямую же, конечно А в своей статье, которую мы нашли благодаря вот этой вот карте В 1919 году в город Иркутск вошли большевики Спасая свои богатства, в тайгу уходят два брата Купцы Инсаровы Они везут мешки с золотом на лошадях А в компаньоны берут только доверенных людей Это их приказчики Вадим Гардин и Федор Фролов Вся эта компания, стараясь ни на кого не наткнуться в тайге, пробирается к китайской границе По пути братья почти все золото прячут Они отмечают на карте маршрут, привязывая его к конкретным объектам местности Но ночью один из приказчиков, Федор Фролов, убивает обоих братьев Но братья были хитрецы Они разорвали карту на две части Так вот, Фролову досталась только одна половинка карты А вторая, совершенно случайно, досталась Гардину Именно от него профессор Бустрыкин и узнал всю эту историю И забрал карту себе? Или купил А профессор искал вторую половину карты? Искал и нашел Он нашел семью Фролова Конечно, к тому времени старый приказчик уже умер Поэтому, где находится вторая половинка карты, никто не знал По крайней мере, до момента выхода научной статьи Получается, что кто-то заинтересовался картой теперь Уж не нашли это американец? Как его? Джон Буллет? Или у него есть сообщник Однозначно одно Он ведет какую-то игру И, скорее всего, ему известно о существовании второй половинки карты Да, это она Оксана, хорошо сработали Вот деньги Как вы понимаете, пока это только аванс Знакомые лица О чем вы договорились с гражданином США Джоном Буллетом при первой встрече? Он предложил мне изъять из дела Бустрыкина карту старого клада Сделать ее копию и передать ему И сколько было обещано за это? 20% от суммы клада Подзаработать решили? Или решили устроить свою личную жизнь? Плохо, гражданка Амелина Ну что ж, как видите, мистер Буллет, нам известно, что вы охотились за картой Бустрыкина Более того, нам известно, что вы действовали не один Вот, посмотрите, пожалуйста Узнаете кого-нибудь из этих людей? Вот этот Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним встречались? Месяц назад пришел человек, назывался Эдуардом Фроловым Поведал, что у него есть половина карты и предложил мне ее купить И какова была ваша реакция? Я отказался от половины и сказал, что куплю только целую На ней ведь не было сетки координат Даже если была бы, то разброс мог составить десятки километров по тайге Где же вторая половина? Тогда он и назвал фамилию профессора Бустрыкина И вы связались с Бустрыкиным? Да, я позвонил профессору Бустрыкину И он подтвердил, что у него есть половина карты Но американцам ее никогда не отдаст Сказал, что у него уже есть партнер И только с ним будет искать клад И что сие значит? Это означает, молодой человек Что мы становимся с вами несметно богаты Как только найдем родную сестру этой карты Понимаете? Черт, но дед мне ничего такого не рассказывал Значит, у него были на то причины Это тайна его жизни А вы думаете, я вас так долго разыскивал Для того, чтобы старые байки вам рассказывать Она должна быть где-то в вашем доме Доме ваших предков Надо искать, Эдуард У меня сейчас бизнес разваливается Развод на носу Я должен какую-то старую карту искать Но вы не понимаете, как это важно Это переменит всю вашу жизнь После того, как мне не удалось купить половину карты Бустрыкина Я Эдика Фролова больше не встречал О смерти профессора узнал только Вернувшись из Монголии У вас есть телефон Фролова? Вы должны связаться с ним и назначить встречу Я вам ничего не должен А вот вы мне должны адвоката И консула из посольства Я вообще-то гражданин США Будет вам консул Завтра с утра Галина Николаевна, тут такое дело Нашего американского друга разместить негде Что значит негде? В одиночке Амельна сидит Остается только общее А кто там сейчас? Сейчас там Миркин по делу о трайном убийстве Дубов, два педофила И Гордеев, который по пьяни свою жену зарезал И сейчас прикидывает сумасшедшим Но вы не переживайте Они спокойные и тихие ребята Только будьте на чеку Ночью И не поворачивайтесь к ним спиной Я согласен Что вы там хотели? Кому звонить? Вот ваш телефон Звоните Эдуарду Фролову И назначайте встречу Посмотрите внимательно этих людей Есть среди них тот Кого вы видели около дома профессора Бустрикина Да, вот этот вот Второй справа Ваши отпечатки пальцев найдены на месте убийства Бустрыкина Запираться бессмысленно, Фролов Это вы убили профессора Я не знаю, как это получилось Я только хотел его припугнуть Нет, ты меня здесь Никакой карты Я тебе уже говорил Обучи хоть везду Я последний раз тебе говорю Или ты мне ее отдашь Или я Этот клад принадлежал только мне Почему он не отдал мне эту карту? Я не хотел его убивать Почему он мне ее не отдал? Смотрите внимательно На другой стороне Всегда находилась вторая часть карты Куда братья Инсарова закопали золото Карту рвали для отвода глаз Чтобы никто чужой не смог ей воспользоваться У вас на руках Всегда была карта полностью Только нарисована была она невидимыми чернилами Как это невидимыми? Сок обыкновенной луковицы Но если бумагу осторожно поднести к огню и нагреть То рисунок проявится Что-то срочное? Да, Галина Николаевна Я связался с иркутскими краеведами Место, о котором идет речь Неподалеку о деревне Красный Яр С конца 70-х годов находится под водой Строили ГЭС И все это оказалось в зоне затопления Спасибо за работу Ты даже меня почти убедила В корыстности своих намерений Рагузина Премию обещала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok